друзья мои всем привет всем огромный привет ну что ж у нас с вами сегодня очередной обзор на канал деревенский дневник очень многодетной мамы и канал мать-героиня мои хорошие будем с вами обсуждать последние сводки с полей не забывайте подписываться на канал ставить лайки ну и конечно же писать хорошие добрые веселые интересные комментарии ребят кое-что интересное обсудим но прежде чем начнем с вами этот момент обсуждать хочу обратить ваше внимание на последний шорт поберухи на ее канале деревенский дневник шорт лёльки под названием заверните мне ее с собой сказал папа но в главной роли как вы уже поняли шурик со своей дочкой варенькой вареньку держит варенька довольная счастливая рядом с папой рядом собственно с человеком который ей уделяет хотя бы какое-то мало-мальское все-таки внимание мамка лёлька этого не делает но и конечно же дочка счастлива ребенок естественно счастлив потому что его целуют его обнимают с ним играются на него наконец-таки обратили свое внимание и вот знаете вот это само название да он сказал заверните мне ее с собой пожалуйста ну он папа да вот мое мнение если бы лёлькины бывшие мужья ну или не мужья а сожители вот как шурик да попросили бы завернуть всех детей с собой пожалуйста ребят я уверена лёлька бы тут же молниеносно это бы сделала да да лёля бы раздала всем своим бывшим мужьям всем своим бывшим сожителям своих детей и осталась бы одна одиношенька рядом со своим муженьком и занималась бы собой любимой мне кажется это лёлькина самая настоящая мечта и вы знаете на самом деле вот смех смехом как говорится да а если бы и правда у шурика была бы такая возможность забирать бы свою дочку варю ну и так скажем чтобы варя жила на два дома да вот просто если представить что у шуриков действительно появилась бы такая возможность я уверена лёля бы отдавала варю с превеликим удовольствием не только варю ну если бы другие там отцы забирали бы своих детей лёля бы тоже с превеликим удовольствием отдавала бы своих детей мы с вами помним прекрасно как она одно время повадилась к своей маме отвозить детей причем некоторые дети там как матрона да и еще там кто-то они находились у бабушки достаточно долгое время да у бабушки именно несмотря на то что бабушка уже достаточно такой пожилой человека конечно ей очень сложно с маленькими детьми но лёлю это нисколечко не смущало вы знаете ребят вот я посмотрела на вчерашний стрим поберухи лёлька просидела на стриме аж целых два часа бедная поберуха сидела собирала на утеплитель денежки как я уже говорила много раз что лёлю теперь не имеет значения на что ей собирать хоть на утеплитель хоть на доски хоть на доставку да дайте вообще просто тупо дайте денег а на что лёлька потом обязательно придумает ну она только так говорит о том что да вот я такая вся вот сама по себе вот открытая да вот вы все видите вся моя деятельность абсолютно прозрачна вот на что я заявляю на то собственно вот я деньги собираю и на это же я деньги трачу но на самом деле это далеко не так уже давным давно да да собственно и никогда так не было то есть лёля может собирать кричать о том что кровь из носа срочно ей сейчас нужны вот на это на это деньги на ту же баню да допустим все без без бани не жить не быть никак ничего не получится там вот жизнь на этом прекратится и остановится и бац буквально там на половине пути лёлька скажет не 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 стопы стопы с баней все да идем дальше вот сейчас появилось более более что-то такое серьезное более что-то такое вот нужное и необходимое поэтому все меняем коней на переправе вы знаете я вот вчера посмотрела как она подводила итоги ребят итоги вот этого стрима и лёля сказала ну да говорит вот посчитала посчитала там говорит 5000 рублей за стрим за двухчасовой стрим значит вот она собрала на этот утеплитель она все посчитала все туда-сюда и говорит ну да еще вот три таких собственно стрима по 5000 рублей и будет уже двадцатка и на утеплитель собрано но вы знаете когда лёля сказала о неплохо неплохо в ее глазах читалось полнейшее разочарование и она сама пыталась сделать хорошую мину при плохой игре пыталась сама показать насколько она счастлива вот этим результатом за два часа 5000 рублей но это было конечно далеко не так и лёлька проговорилась она говорит вообще-то надо поинтенсивнее зарабатывать почаще мне выходить на стримы потому что надо все делать очень-очень быстро ну кто-то скажет боже а что за два часа 5000 рублей это разве мало кто-то да там две с половиной тысячи зарабатывает всего-навсего за день да за целый рабочий день но для люли ребят это действительно очень маленькие деньги для лёльки как бы она не пыталась сделать хорошую мину при плохой игре это действительно ничто и она много раз уже на эту тему говорила вы знаете мне тут в рекомендованных но понятное дело поскольку я на постоянной основе смотрю по беруху да потому что я делаю на нее обзоры уже на протяжении нескольких лет мне тут в рекомендованных буквально на днях выскочил стрим трехгодичной давности помните была такая помощница которая приехала просто ну как зрительница да как волонтер своего рода Нателла Моисеевна была такая женщина вот которая приезжала к лёльке и предвозила там тоже подарки там банки склянки закрутки там туда-сюда тоже там что-то там они там какие-то банки крутили ну не они с лёлькой крутили она в смысле крутила а лёлька стояла рядом и говорила вот мы сделали вот мы там туда-сюда ну такая была женщина очень веселая сама по себе хохотушка да ну по крайней мере на камеру она вот такую себя позиционировала и я чего-то посмотрела вот этот вот стрим я его конечно не смотрела ребят нет я его свое время смотрела пересматривать я его не пересматривала мне просто вот выпал в рекомендованных вот этот стрим трехгодичной давности то есть тогда только-только у неё родилась у лёльки родилась Вероника и вот на этом стриме была лёля была вот эта Нателла Моисеевна и прибежал туда на этот стрим Алёшка Картошка ну конечно куда же без него да вместо того чтобы учиться чем-то заниматься он торчал у мамки на стримах там на стримах так скажем оттачивал свое мастерство как бы тоже своих знаете вот этих вот свою подписоту помните как он их тогда назвал как раз таки да так вот как бы свою подписоту тоже раскручивать на деньги брал так скажем у мамки мастер-классы как как правильно разводить бабусик на деньги и вот почему я обратила внимание на тот стрим да я его вот так вот прокрутила до конца посмотрела там стрим был где-то ну на час 35 на час 40 и за это время ребят собрано у поберухи было где-то порядка 20 тысяч рублей представляете порядка 20 тысяч рублей за полтора часа а то может быть даже и больше я к тому что насколько какая большая разница сейчас за двухчасовой стрим она собирает всего-навсего 5000 рублей конечно для неё это не деньги и она говорит мне надо чаще чаще надо интенсивнее надо быстрее все это дело делать да и тогда за полтора часа три года назад вот как раз таки когда она родила веронику на собирала за стрим 20 там 15 20 было и 30 тысяч рублей да мы помним флешмобы на вот этот народный автомобиль на машину для детей да мы все это помним прекрасно там вообще были огромные просто деньги ай да помните под лозунгом да на зло хейтерам там пойду отморожу себе уши да на зло бабушке а здесь на зло хейтерам задонатим лёльке как можно больше там ей за флешмоб донатили вообще огромные огромные просто суммы это все конечно было и естественно лёля она привыкла уже к другим деньгам и она вспоминает вот то что было она никак не может отпустить эту ситуацию и она сидит и сравнивает с тем что было тогда еще два-три года тому назад и с тем что она имеет сейчас а имеет она конечно намного меньше и лёльке нет бы делать побольше своих роликов на ютубе да опять же зарабатывать деньги но нет работать она не хочет ей привычнее сидеть просить жалобить людей и сидеть с вечно протянутой рукой и поэтому конечно такие суммы как 5000 рублей за два часа она скажет чего разве это деньги скажет нифига себе я тут сижу и вот обратите внимание даже вчера да на несколько раз говорила что вы меня обманываете я же сказала когда будет 1000 лайков только тогда я расскажу и раскрою суть название вот этого стрима нафига там его раскрывать да бывшему тут у бывшей медом намазано и на превью гришка ну дабы 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 подумали да что ему там у марины медом намазано да я поняла с самого начала и уверена что зрители поняли ну наверное почти все самого начала вне зависимости от того что на превьюхе был греха это было все специально создать интригу интриг да что конечно суть в другом что шурику здесь типа медом у лёльки намазано ведь она для шурика бывшая ну вроде как по крайней мере так говорит поберуха в общем ребята лёля сидела недовольная потому что лайки ей ставить охотно тысячу лайков никто не хотел она сидела ей и хотелось нахамить да но она пыталась сдерживать себя и держать себя в руках потому что понималось что сейчас ей нужно чтобы ей донатили деньги и вот раньше лёлька позволяла себе очень много хамства очень много неуважительного отношения в сторону своих зрителей потому что она видела насколько охотно ей донатили и как ее защищали как за нее заступались и вот она сидела да вела себя черти как она и сейчас себя ведет бог знает как но сейчас она больше старается заигрывать со своим зрителем потому что понимает что денежных поступлений денежных вот этих вливаний становится от месяца к месяцу все меньше и меньше и лёля пытается уже удержать даже то малое те малые деньги которые поступают ей сейчас опять же хочу сказать да кто-то скажет это немало за два часа заработать 5000 рублей это еще надо умудриться и так далее да но лёля сравнивает это с тем что было у нее и для нее это действительно мало ну и вы знаете вот этот самый момент да когда она говорит надо побыстрее надо мне почаще выходить на стримы надо все чтобы вот это было интенсивный сбор денег и так далее хочется спросить зачем ли если вы до сих пор еще не определились нужен ли вам этот коровник не нужен ли вообще будет ли он да или его не будет но опять же лёльке всегда нужны деньги понятное дело и и раньше были нужны деньги когда она зарабатывала на ютубе только с одного канала миллион рублей в месяц не считая донат а сейчас конечно же да аппетиты аппетиты те же большие достаточно а сейчас плюсом на ее шее висит еще и гришка еще и собственно да и гришкиным детям надо дать по какой-то копейки как ни крути все равно раз гриша теперь уже нигде не работает в общем проблем прибавилось а денег так скажем убавилось аппетиты остались прежние вот друзья мои вот такая ужасная ситуация вот такая правда матка у лёльки такие происходит ну что ж как говорится кому сейчас легко ребят вот такой у меня получился обзор продолжение следует пишите что думаете по этому поводу оставляйте свои комментарии всем пока пока а